Секундочку, к нам Павел подключился. Здравствуйте, Павел. Добрый вечер всем, я рад всех видеть и приветствовать. Здравствуйте, Павел. Хочу дополнить. Спасибо, всё хорошо, слава Украине и победе нам скорейшей. Хочу сказать, что все эти басни Крылова и сказки про нациков уже давно утопающие хватаются за соломинку, потому что оккупантам приходит конец. Если вот Дамир, по-моему, выступал, у нас уже освобождаются, мы по 30-40 км в день забираем в своей территории назад. Они дышат на ладо. Павел, вы что по национальности? У вас там азербайджанский плац, арбянская, по-моему. Бакинский армянин, который признаётся... Я бакинский армянин. Я бакинский армянин, который признаётся Карабах. Который признаётся, что Карабах — это Азербайджан. Без всяких там каких-то преднамеренных там этих. я верю и верил и доказываю уже не один десяток лет, начиная с 88 года, что Карабах это Азербайджан, и никто не имеет права претендовать на эту землю. И поверьте, это не пустые слова. Спасибо, Павел. Спасибо вам, что вы все были. Я Павла очень хорошо знаю, это муслима-друг. Муслима, да, друг, или ворона? Да, все правильно, муслим, меня знает уже больше десяти лет, мы с ним одноклассникам войнаем. То есть этот очень такой мужчина. Вы знаете, Павел, дело не в том, что даже чей вы друг, с кем там дружите, общайтесь, просто мы всегда приветствуем справедливых людей, несмотря какой человек национальности, да, но вот когда говорят правду, просто правду, за справедливость, это очень приятно встречать таких людей, потому что, к сожалению, мы очень часто встречаемся почему-то с агрессией именно с армянской стороны. Я сама тоже, как, скажем, вот, общественный деятель, скажем, как хотите, блогеры кто-то называет. Очень бывает так, что неприятно, очень много оскорблений, просто за исторические факты, за те же слова, что вот вы говорите, я говорю. Поэтому как-то неожиданно, если честно, когда я встречаю армян, которые говорят, вот, честно, справедливо, вы уже, наверное, пятый человек, буквально за два года, пятый, шестой человек в моем эфире, который вот открыто говорит, что он армянин и подтверждает, что Карабах – это Азербайджан. Хотя, странная позиция ваших земляков, потому что на государственном уровне Никола Пашинян тоже признал территориально. Я вас переднюю, я вас переднюю, я очень прошу прощения, мои земляки – это те, кто родился в Азербайджане. Мои земляки – только те, которые признают мою позицию, понимаете? Я, поверьте мне, сколько услышал оскорбление «я армянин от армян», поверьте, это я не могу вам перечесть. На моих детей делались скриншоты, фотошопы, в одноклассниках был полный беспредел, и это делали армяне, ребята. Поэтому я ничему не удивляюсь, что вы мне сейчас говорите, потому что я уже в возрасте, я обдуманно говорю, я состоявшийся по жизни человек, как в семье, как в своих моральных позициях, понимаете? Меня сломить тяжело, я никогда не меняю свою фамилию, имя, аватарку. Вот на протяжении уже более 15 лет, еще сначала одноклассников, моя аватарка не меняется, вы понимаете? И имя тоже. У меня сотни заблокировали аккаунтов армянами на одноклассниках именно. Ну тогда контакты, одноклассники, тогда был беспредел. Поэтому я очень понимаю вас, о чем вы мне говорите. Просто я вас, я подчеркиваю, я не считаю Армению своей землей. Я четко знаю, что моя родина это Азербайджан, независимо от того, что я армянин. И родину я не меняю. Поэтому на моей аватарке азербайджанский... Армянский язык вы тоже знаете? Нет, я не знаю никакого, кроме русского. А, серьезно? Вот интересно. Ну, такой поворот, конечно, я еще в эфире не видела, но это уже прям такая сильная позиция, я вам скажу, сильное заявление. Ну дай бог вам здоровья, спасибо просто, что есть такие люди как бы. Я вас впервые, честно говоря... Я больше вам скажу. Я вам больше скажу. Я вам больше скажу. Вот, наверное, дядька Сэм, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут, я извиняюсь. Меня самерзал. Да, наверное, слышали мою позицию, что я рассказывал. Да, да, да. Вот Сэм, наверное, слышал, что я рассказывал. У меня жена азербайджанка была, к сожалению, покойная. Вот у меня четверо детей, две дочки и два сына. Все мои дети оформлены на имя жены только заради того, чтобы они могли посещать родину своих родителей, и они там бывают. Понимаете? Вот я только из-за этого не дал свою фамилию своим детям, чтобы не лишать их кайфа быть в этой прекрасной стране. Вот это все, что я могу сказать.